Алексей Русских начал аппаратное совещание с вопроса о развитии композитной отрасли. Регион постоянно наращивает компетенции в этой сфере. Утром губернатор посетил завод «Аэрокомпозит». В Ульяновской области откроется производство лопастей для ветрогенераторов. Инвестором выступит дочерняя структура «Росатома» «Юматекс», крупнейший производитель композитных материалов в России. В России будет создано порядка 350 новых рабочих мест. Инвестиции составят более 2 миллиардов рублей. На уровне государства и региона большое внимание уделяют поддержке гражданских инициатив. Общественные объединения, некоммерческие организации и активные граждане участвуют в федеральных и региональных грантах. Одной из площадок, где можно презентовать свои идеи в области технологий здравоохранения, образования, науки и многих других, является форум «Сильные идеи для нового времени». В этом году форум пройдет уже в третий раз по инициативе президента Российской Федерации. Организатор событий – Агентство стратегических инициатив при поддержке фонда «Росконгресс». Конкурс состоится по шести номинациям. В их числе технологическая и экологическая инициатива, предпринимательство, цифровые сервисы, кадровые и социальные инициативы. В прошлом году в стол лучших идей, которые будут способствовать прорывному развитию страны и регионов, вошли три инициатива Турьянской области. Мы рассчитываем, что в этом году активность будет не меньше, а как раз-таки выше. В 2023 году из федерального и областного бюджета планируется выделить 322 миллиона рублей. За счет этих средств в регионе планируют завершить реконструкцию систем водоснабжения с установкой станции водоподготовки на территории поселка Новая Майна. Более 25 километров сетей водоснабжения уже ввели в эксплуатацию в Корсунском и Ульяновском районах. Нами разработан проект региональной программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры Ульяновской области. Это программа, которая уже согласована на федеральном уровне. Она реализуется в 2023-2024 году и будет привлечена в более полутора миллиардов рублей. В регионе готовятся к задоводческому сезону. В феврале и марте провели совещание. Обсудили безопасность в садовых товариществах, ремонт подъездных путей, расписание движения садовых маршрутов, вывоз мусора и благоустройство, а также пожарную безопасность. В ближайшее время у нас уже начнет работать межведомственная рабочая группа по подготовке к проведению садоводческого сезона на основании разработанного утвержденного плана работ на 2023 год. На постоянной основе Минсельхоза и в ассоциации садоводов организована у нас горячая линия. Поэтому прошу записать телефон и контакт на это 73-59-65. И еще один номер это 44-80-25. На заседании говорили о профилактике пожаров. Накануне в Теренгульском районе сгорело три дома, в том числе библиотека. К счастью, обошлось без пострадавших. Людям, чье имущество сгорело в огне, окажут помощь. В Сурском районе готовятся к борьбе с черной мошкой. Ветеринары ведут мониторинг и должны предотвратить нашествие гнуса. Из хороших новостей подготовка к 79-й легкоатлетической эстафеты на призы Ульяновской правды. Она состоится 23 апреля. Ульяновцев пригласили приступить к тренировкам и принять участие в эстафете. Валентина Никонова, Герман Баранов, Оллправда ТВ.